Что делать, когда не складывается личная жизнь? Это самый грустный вопрос из всех, которых я знаю. И, к сожалению, он достаточно популярен, этот вопрос. Он достаточно распространен. Когда женщины, что естественно и совершенно правильно, женщины хотят быть счастливы в отношениях. Мы видим, мужики недостойны или не готовы, не хотят нести ответственности. Тем более по статистике, в нашем русскоязычном пространстве женщин больше, чем мужчин. Вот такое сейчас, так происходит. Поэтому чисто статистически даже не хватает. Что нужно делать в этом случае? Можно и философски ответить, можно и практически ответить. Философски ответить нужно, ну, можно ответить, сказав, что принимай ту долю, которая у тебя есть, с уважением к ней. Потому что женщина, когда говорит, я хочу что-то изменить в своей судьбе, ну, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, это как вызов, бунт. Я не принимаю свою долю, я не принимаю свою судьбу. Я хочу что-то сделать искусственно. Нужно уважать свою судьбу и нужно это ценить. Второй момент, что это для меня? То есть, что это означает? То есть, нужно в любой ситуации задавать вопрос о причине этой ситуации. Потому что этот вопрос, он как бы ситуативный. Как поменять ситуацию? Как найти мужчину в отношении? Ну, зарегистрируйся на сайте, на специальном, да, сходи на дискотеку, надень красивую юбку, декольте и совет, ну, как бы ситуативный вопрос, ситуативный ответ. Но он не работает, такой ответ, понимаете? Потому что нужно из глубины копнуть. А что это для меня? Может быть, я отталкиваю. Я часто, у меня есть много знакомых женщин, и часто эту ситуацию вижу, что от нее исходят флюиды такие колючие. То есть, ей вообще, в принципе, мужчины не нужны. Ну, по энергетике. Но в уме она всем транслирует, где мой мужик. Так, а ты себя в зеркало видела? Может быть, ты, как бы сказать, хочешь его сожрать, укусить. Может быть, ты задумайся, нужно ли тебе это в самом деле. Как ты себя чувствуешь? Может быть, ты отталкиваешь их? Поэтому вопрос нужно задать, что со мной? Что у меня происходит? Вот это нужно разобрать. И тогда ответ может прийти. Тогда ответ может прийти. Когда женщина начинает, как бы, саму себя изучать, исследовать. А какие у меня настоящие желания? Бывает такое, что девочка пережила насилие со стороны отца в детстве. И у нее внутренняя программа «Не доверяй мужчинам». Но как женщина она знает, что нужно замуж выходить. И опять же конфликт возникает. Здесь я знаю, а здесь не верю. И поэтому она вступает в отношения, но транслирует «Не приближайся ко мне, я тебе не доверяю». И, может быть, этот барьер мужчины, ну, как бы сказать, не могут преодолеть. И они не могут выйти в отношения. Бывают женщины, простите за слово, прозрачные. Прозрачные – это означает, ты смотришь на нее, и ты ее не замечаешь. Она словно будет часть интерьера. И когда начинаешь с ней разговаривать, ты понимаешь, что она прячется, она мимикрирует. Она говорит «Меня нет, не замечайте меня, я не хочу этого». Но при этом она говорит «Я хочу замуж, вот здесь». А внутри у нее страх «Не замечайте меня, потому что я не хочу в отношения вступать». Нужно спросить «Чем ты вибрируешь? Что у тебя там? Какая ты? Что с тобой?» И тогда вопрос «Что с отношениями?» ответится. Поэтому на этот вопрос нельзя ситуативно отвечать. На него нужно отвечать концептуально. Что у тебя внутри? Ум веры не имеет, имеет веру сердца. То есть во что я верю? Я верю, что мужчинам нельзя доверять. Или я верю, что я недостойна любви. Я верю, что я не красавица. Я верю, что на всех не хватит. Или я верю, что в браке будут страхи какие-то, боль. То есть во что я верю? И вот вселенная, она же отражает нашу веру. Во что я верю, она то и предоставит мне. Поэтому если ты не веришь, что ты можешь быть счастлива, значит так. А может быть ты веришь, что ты такая из себя великая королева, что тебе только принца подавай? Ну, не хватает на всех принцев, что поделать. Я знаю такие истории. Красивая, красавица, умница девочка. Все вокруг нее вьются прям там парни табунами. Что говорится? Нет, она ждет принца. Ну, давай. В 70 лет поговорим. Вернемся к этому вопросу. Иногда увидеть свою природу будет большим удивлением для человека. Иногда я думаю о себе одно, но на самом деле внутри у меня другая совершенно картина. И человеку нужно, это и к мужчинам, и к женщинам относятся, познакомиться с собой, со своей вот этой природой, со своей верой, ну или со своей реальностью. И принять ее такую. То есть, когда женщина говорит, да, я боюсь мужчин, она должна это принять. Да, я это принимаю в себе. И я хочу это трансформировать. Потому что не просто сказать, да, я такой. Ну, ты такой сейчас, а завтра ты какой будешь? Давай сейчас увидим и точку Б увидим. Точка А, точка Б. Откуда мы идем? И если ты видишь перспективу, все, тогда изменения будут. А если ты говоришь, да, я такая, я мужикам не верю. Ну, значит, ты себя приговорила. Это как диагноз, знаете. Да, я мужикам не верю. Что с этим делать было? Ничего. Вот если ничего, значит, ситуация не поменяется. Поэтому в любой ситуации мы должны увидеть динамику. Что у нас есть сейчас, что будет завтра. И вот если ты в этой динамике находишься, динамикой будет переходить твою жизнь. Динамикой будет переходить твою жизнь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok